Ты идешь к этой горгоне? Не, я к жене. Александр Михайлов признается, иногда достаточно сыграть одну роль в таком фильме, как «Любовь и голуби» и стать всенародным любимцем. На счету актера около 70 киноработ и больше полусотни ролей в театре. И многие персонажи, сыгранные Александром Яковлевичем, не менее запоминающиеся, чем Василий. Ну а про меня? Что-нибудь знаешь? Все знаю. У нас фотография ваша есть. Какая? В морской форме. В профессии ныне народный артист Российской Федерации оказался случайно. Когда-то он мечтал стать моряком. Но после трудного плавания о флоте пришлось забыть. Тогда Александр Михайлов думал, что на время. Но судьба распорядилась иначе. Дипломный спектакль Театрального института. Он в четвертом ряду на 17 месте. Спектакль был Антона Павловича Чехова, Иванов. Пьеса Чехова. Все перевернуло. Я пришел, помню, после этого спектакля на берег Амурского залива и обращался с Тихим океаном. Я дал себе слово, что бы то ни стало, сделаю все возможное и невозможное, я стану актером. Учеба в Театральном молодому человеку давалась с трудом. Два года его выгоняли из института. Причина проста – нет легкости. Народный артист признался одинцовцем. Ее и сейчас нет. Но тогда, много лет назад, это была настоящая катастрофа. И вся кафедра была против. Ну, зачем он нужен? Ну, да, ну, фактурный, ну, высокий, ну, симпатичный парень. Ну, и что? Ну, больше ничего нет. И только одна женщина верила в меня. Это была Вера Николаевна Сундукова. Она до сих пор живет. Дай Бог ей здоровья. Она поднималась на кафедре одна и говорит, ну, пить, пить не просит. Ну, что вы к ней не произвели? Ну, пусть, говорит, ходит на занятия. Я, говорит, в нем дверь, в нем что-то есть. И он не подвел единственного поверившего в него человека. Монолог Нагульного из поднятой Целины раскрыл актерские способности Александра Михайлова. И теперь он сам преподаватель во ВГИКе. Говорит, практически никого не выгоняет с курса. Таланту нужно время, чтобы раскрыться. Доказано самим Михайловым. Главное, чтобы было трепетное отношение к профессии. А нет, ну что вы. Это меня научишь. Это призвание. Ну, а вы, например? Работал от Качих. Занимался общественной работой. Вот меня и выдвинули. Выдвинули? Ну и что, я люблю свое дело. Ну, любить-то мало, надо еще и уметь. Сейчас Александр Михайлов мало снимается. Не потому, что не предлагают, а потому, что большинство предложений не по душе. Мне не очень симпатичен сегодняшний кинематограф. Не хотел бы я судить сегодняшнее время, какое наесть такое есть. Ну, когда с экрана «Город трупов» и «Море крови», где убить человек, потому что высморкаться, где конфликт, основной конфликт между ментами, полицейскими и бандитами, уголовниками, не обремененных интеллектом. Поэтому, как-то вот, так меня скукоживается вся моя душа и съеживается. Мне очень хочется смотреть. 72-летний актер шутит, чувствует себя на 53. Решил дожить до 88 без маразма, а там как бог даст. Планов много. Недавно Александр Михайлов побывал на Северном полюсе и теперь мечтает оказаться на Южном. Возможно, и удастся, потому что у меня друзья хорошие, Кошелев, Володич и Ленгаров. И если удастся попасть на Южный полюс и удастся пожать лапу пингвину, я буду сам счастливый человек. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Озенцова.